МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Сухоплюева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Магнитогорские трамваи моют с хлоркой. Причина угрозы коронавируса. Как следят за состоянием вагонов сотрудники Маггортранса, смотрите сегодня в выпуске. Ждать осталось недолго. В магнитогорской драме завершается капитальный ремонт. Ход работ накануне осмотрел глава города. Когда театр откроет двери, расскажем через несколько минут. Езда не по правилам. Сотрудники ГИБДД вышли в очередной рейд, останавливали водители маршрутных такси. Какие нарушения на дорогах встречаются чаще всего? Совсем скоро. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Челябинской области по-прежнему зафиксирован единственный официально подтвержденный случай коронавируса. Результаты еще четырех тестов в ближайшие часы должен обнародовать Новосибирский институт «Вектор». О двух новых жителях Южного Урала с подозрением на вирус рассказала журналистам первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. Это мужчина, вернувшийся из Великобритании, причем ушедший на самоизоляцию. То есть у него проявились симптомы заболевания. То есть он был госпитализирован. И женщина, вернувшаяся из Чехии, которая также добросовестно самоизолировалась и выдала тоже температуру кашель-насморк. И анализ показал наш анализ, положительный результат. Поэтому также ждем подтверждения из «Вектора». У этих граждан нет контактов. То есть они самоизолировались. Поэтому здесь мы абсолютно спокойны. Сегодня готовность почти трех тысяч коек. Это почти 800 аппаратов ИВЛ, 849 аппаратов ИВЛ по всей области. То есть и, соответственно, в инфекционных отделениях. То есть еще дополнительно мы вчера, поскольку Минпромторгу России были выделены деньги 7,5 миллиардов на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, мы тоже свою заявку на дополнительные аппараты сделали. Сегодня есть и препараты противовирусные, которые обеспечены уже запас во всех больницах более чем на две недели в случае необходимости аппарата искусственной вентиляции легких. То есть ситуация находится на полном контроле. Еще раз повторяем, что надо посидеть дома. То есть не надо посещать торгово-развлекательные комплексы. То есть я думаю, что если мы соблюдем сейчас все эти меры предосторожности, не подвергнемся панике, которая излишне в этой ситуации, я думаю, что в ближайшее время нам уже удастся погасить и исключить появление новых заболеваний. По контактным, которые были выявлены вчера в отношении заболевших госпитализированных, пока все сделанные анализы дали отрицательный результат. На сегодняшний день право подтверждения положительных анализов имеют только федеральные организации. Единственное, что сегодня уже поступила информация с Роспотребнадзора, что такую возможность получит противочумный институт в Москве на подтверждение положительных тестов и еще 15 организаций Роспотребнадзора. Пока список этих 15 организаций не опубликован. С тем, чтобы ускорить процесс подтверждения тех результатов, которые получают в регионах. Ну и безусловно, мы с нетерпением ждем тест-систем для лаборатории государственной системы здравоохранения, для того, чтобы обследовать здоровых людей, прежде всего возвращающихся сейчас из-за границы. Я думаю, что на этой неделе уже начнут работать государственные лаборатории. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам старшего возраста. Глава региона призывает проявлять спокойствие, следовать рекомендациям врачей и сотрудников Роспотребнадзора. Уважаемые земляки, вы знаете, что новая коронавирусная инфекция затронула нашу страну. А недавно коронавирус пришел и в Челябинскую область. Сейчас с заболевшими работают медики, проверку проходят все, кто с ними контактировал. Также под медицинским наблюдением находятся люди, прибывшие в Челябинскую область из других стран. Ситуацию мы контролируем, она останется стабильной, если все мы проявим спокойствие и будем неукоснительно следовать рекомендации врачей и сотрудников Роспотребнадзора. Сегодня я обращаюсь к людям старшего поколения, особенно к тем, кто имеет хронические заболевания. Пожалуйста, проявите особую заботу о себе в эти дни. Не выходите из дома без крайней необходимости. Ограничивайте личные контакты. Общайтесь с родственниками, друзьями, по телефону, через интернет. Уверен, они поймут и поддержат ваше решение. Если вам нужны лекарства, продукты и любая другая помощь по дому, смело звоните в органы социальной защиты по месту жительства. Они получили все необходимые инструкции. Если вы почувствовали недомогание, сразу же вызывайте медиков, не занимайтесь самолечением. Ограничения, о которых я вас прошу, это мера вынужденная и временная. Она продиктована заботой о вашем здоровье. Чем более ответственно мы подойдем к профилактике, тем быстрее справимся с инфекцией и вернемся к привычной жизни. Рассчитываю на ваше понимание. Берегите себя и своих близких. Не только самый экологичный, но теперь и самый безопасный вид городского транспорта. В связи с пандемией, магнитогорские трамвайщики сегодня более тщательно проводят санитарную уборку в вагонах. Руководство Макгортранса внимательно и обычно следит за состоянием здоровья сотрудников. Перечень профилактических мероприятий, не допускающих распространение коронавирусной инфекции, направлен Роспотребнадзором всем, кто занимается перевозкой пассажиров. Дезинфекция трамваев спецсредствами в Макгортрансе производится в ежедневном режиме. Обработке подвергается каждой из 128 поездов, работающих на линии. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, которые поступили в связи с распространением коронавирусной инфекции, дополнительные меры приняты. При уборке применяются хлорсодержащие реагенты, что обеспечивает уровень обеззараживания от всех вирусов и инфекций. И подвижной состав на линию выходит совершенно чистой и готовой эксплуатации. Особое внимание в Макгортрансе уделяется состоянию здоровья сотрудников. Весь персонал, выходящий на работу, проходит медосмотр. При наличии признаков вирусной инфекции такой сотрудник до работы не допускается. Предприятие ожидает поступления медицинских масок для водителей и кондукторов. Кстати, если во время движения трамвая в него зайдет пассажир с признаками заболевания, высадить его никто не имеет права. Продолжаем программу. Одно из подразделений ПАУ ММК, созданных уже в 21 веке, электросталиплавильный цех. Именно туда еще во время учебы отправился на практику Дмитрий Толобов. Получив высшее образование, он продолжил свою трудовую деятельность и недавно стал одним из победителей конкурса «Лучший молодой рабочий». С очередным лидером в профессии познакомился Павел Зайцев. Впервые Дмитрий пришел в электросталиплавильный цех в январе 2011 года, еще будучи студентом технологического колледжа. Работа очень понравилась, очень ее полюбил, потому что был сплоченный коллектив, за что хочу выразить отдельную благодарность всем своим наставникам. Выплавка стали в СПЦ – процесс многоступенчатый. Тот участок, где работает Дмитрий, отвечает за финальную стадию технологического цикла. То есть после выпуска стали и обработки мы уже разливаем готовую сталь. При помощи наших сортовых МНЛЗ получаем заготовку для сортового цеха. Заготовка с течением 150 на 150 и 150 на 172. Хороший человек – хороший товарищ. И надежный напарник – именно так характеризуют нашего героя коллеги. Ведь не только сама выплавка стали – процесс командный. На финальной стадии также требуется слаженная работа. Необходимо строго соблюдать температурно-скоростной режим, не допустить окисления металла, прироста уровня азота, который способствует спеканию металла. Должным образом обязана быть настроена система охлаждения, чтобы заготовки из машины непрерывного литья выходили в нужном виде и качестве. Если бы у нас не было бы командной работы, то есть у нас бы тогда и не было бы разливки. То есть мы бы тогда не смогли бы дать готовую продукцию. То есть все как бы на высоком уровне. Уже работая в цехе, Дмитрий получил высшее образование. Помимо разливки стали, пробовал себя и в качестве специалиста по охране труда. Погружаясь в детали профессии, не раз носил рационализаторские предложения, участвовал в научно-технических конференциях. И в какой-то момент вполне логичным продолжением карьеры стало участие в конкурсе «Лучший молодой работник ММК». Как правило, в этих конкурсах что-то новое не только для себя узнаешь, но и то, каким могло бы быть предприятие. То есть развитие, та же самая индустрия 4.0. И все это вкупе довело меня до сегодняшнего дня. Каким бы консервативным в некоторых нюансах ни был сталеплавильный процесс, он открывает и широкое поле для рационализаторства, в том числе на участке, где работает Дмитрий. Испытываются новые погружные стаканы, смеси, кристаллизаторы, масла для разливки. Совершенствуются не только составляющие, но и сама технология. В данный момент идет проработка технологии по непрерывному замеру температуры. Также хотим сейчас в будущем мерить температуру ликвидуса непосредственно в ковше. В данный момент она измеряется математическим путем, а сейчас привезли специальное оборудование, которое непосредственно будет указывать температуру разливки. Но даже максимальная автоматизация и цифровизация производства не сделает менее важным присутствие людей. Настоящих профессионалов, в которых главное богатство городообразующего предприятия «Магнитки». Павел Зайцев, Денис Иванов, телекомпания ТВИ. Человек жив, пока жива память о нем. Родственники ветеранов Великой Отечественной войны и дружеников тыла рассказывают о своих героях. Один из них – Валентин Лапшин. Фронтовика не стало 27 лет назад. В этом году ему исполнилось бы 100. О подвигах и военных буднях в материале Дины Наумовой. Смелый, хороший человек был. Вспоминая своего отца, Валентин Лапшин с трудом сдерживает нахлынувшие чувства. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Васильевич Лапшин скончался 27 лет назад. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. В память о героическом отце у Валентина Лапшина, многочисленные награды и рассказ о войне, который он передает потомкам. Николай Лапшин родился в поселке Кукмар, республике Татарстан. В 1940 году его призвали в армию. В 1941-м бравый парень попал в разведку. В Северо-Западный фронт, 30-й стрелковый полк, 102-я стрелковая дивизия. За своего товарища Николай отомстил тут же. Выследил вражеского стрелка. Благо снайперская винтовка и прирожденная зоркость не подвели. Вдохновленный примером бесстрашного отца, Валентин в свое время пошел служить в милицию. Сейчас на пенсии в звании майора. Его старший сын, внук ветерана войны, тоже выбрал профессию защиты правопорядка. Работает в Москве в Министерстве внутренних дел в звании полковника. Валентин вспоминает, в годы войны Николай Васильевич был тяжело ранен. Буквально получил второе рождение благодаря умелым рукам докторов. Вот сюда поле попало. Вот здесь вышло. Ну и вот его когда в медсанбат привезли, стали операцию делать, а нет уже этих снотворного-то стакана спирта. Далили это самое, но он выпил. В июле 44-го Николая Васильевича в должности командира стрелковой роты перебросили на 1-й Белорусский фронт. Со своими однослуживцами он дошел до Берлина, брал Рейхстаг. После в мирное время работал в магнитке в тресте магнитострой водителем. Вместе с супругой растил пятерых детей. Валентин, самый младший, захлеб слушал отцовские рассказы о военных буднях. Я как-то ему задал вопрос, вот так вот смотришь, когда в разведку ходишь, смотришь, одни болота, то все, я ему говорю, папа, а что вы хоть пили-то? Вы что, с болота воду? Да, говорит, с болота. А как такое? Да нет, говорит, нам вообще-то давали таблетки. Бросишь таблетку. Раз, и спокойно, чистая вода пьешь, говорит. Приближающийся праздник Великой Победы для семьи Лапшиных без преувеличения, со слезами на глазах. Отца похоронили 9 мая 1993 года. Всем ныне здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла Валентин передает низкий поклон за мирное небо над головой. Конечно, бы хотелось пожелать им здоровья, конечно, чтобы они еще пожили в нашем хорошем мире, так сказать, чтобы все у них хорошо было. Конечно, гордость за них. Вот как бы так вот. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Даже во времена серьезных испытаний не следует забывать о такой важной составляющей нашей жизни, как культура. Решили в штабе депутата Законодательного собрания Челябинской области Сергея Шипилова. И в канун Дня работника культуры грамотой из ЗАГС собрания поздравили заведующую третьим филиалом объединения городских библиотек Ольгу Власову. О том, где награда нашла героя в репортаже Игоря Гурьянова. Мы не случайно начинаем рассказ с места расположения новой библиотеки. Адрес Карла Марца 12-1 хорошо известен просвещенной публике. Здесь долгие годы располагался горком профсоюза работников просвещения. Остальным желающим записаться в библиотеку – навигатор в помощь. Несмотря на то, что филиал – это результат слияния двух других книгохранилищ, Сергей Шипилов уверен – это совершенно новый очаг культуры, коих так не достает в окрестностях при вокзальной площади. Вы очень много делаете для развития библиотечного дела в городе Манитогорске. Хотелось бы вас поздравить со всей души и почетную грамоту Законодательного собрания Челябинской области вам вручить. Ольгу Власову, заведующую филиалом, есть за что награждать без ложной, как говорится, скромности. Во-первых, гигантский опыт библиотечной работы не только в Манитогорске. А во-вторых, на столь ответственный участок просто необходимо было ставить профессионала высочайшие пробы. Что касается взаимоотношений депутата и руководителей учреждений культуры, а их в округе предостаточно, то на церемонии, как в капле воды, отразился системный комплексный подход депутатской команды к решению, часто очень непростых проблем, вот таких просветительских уголков. Таким образом мы, депутаты, пытаемся участвовать в этом процессе, мы, безусловно, пытаемся помочь какими-то законодательными актами, мы пытаемся помочь поощрениям наших библиотекарей, как раз-таки вот их нелегкого труда. Я хотел бы сказать спасибо администрации города Манитогорска, которая на самом деле действительно эти не очень простые времена позволяет себе и ремонтировать библиотеки, и открывать новые, в том числе вот это вот здание, оно не было библиотекой в недавнем прошлом. Ну и как видите, вот здесь достаточно хорошо сейчас разместилось библиотечное помещение. Площади новой библиотеки, как и фонды, впечатляют. На 600 квадратных метрах разместятся более 40 тысяч томов. Сейчас полным ходом идет расстановка книг, приведение в порядок каталогов. Одновременно с этим объявлен набор, или как это правильно назвать, желающих записаться на абонемент. Ольга Егоровна уверена, пустовать книгохранилище не будет, хотя бы потому, что ближайшая библиотека Крашенинникова находится за несколько километров и все-таки специализированная. Здесь на любой вкус, от женских романов и детективного чтива до серьезной публицистики. Помещение очень большое, 667 квадратных метров. Любая библиотека об этом может только мечтать. Поэтому у нас большие возможности. На данный момент в библиотеке работает клуб рукодельниц. Перспективу очень мечтаю сделать для мужчин. У нас много мужчин-рыболовов. И мне бы хотелось, чтобы они у нас в библиотеке еще и тоже показывали свои достижения. Уже с 1 мая библиотека приобретет формат для семейного чтения. Планов у руководства громадьё. А то, что новый очаг культуры обречен на успех, говорит хотя бы факт, что место намоленное. С просветительской точки зрения. Игорь Гурьянов, Рокодий Стариков, телекомпания «ТВИН». К другим темам. Обратный отчет пошел. Совсем скоро двери откроет обновленный драматический театр Пушкина. До завершения ремонта осталось три месяца. Накануне ход работ проверил глава города. Что сделано, что еще предстоит, узнавала наша съемочная группа. Обесточенные провода, ведра с красками, строительный мусор, в здании полным ходом идет ремонт. Над преображением театра трудятся 150 специалистов из 20 субподрядных организаций. Так, в фойе первого этажа выкладывают гранит. На полу холла второго и третьего будет паркет. Фронт работы огромен. Как только станет тепло, приступят к ремонту фасада. Плюс, естественно, на фасаде будет, как мы уже говорили в прошлые разы, светодиодный экран смонтирован, который позволит театру решить вопрос рекламы. И для жителей будет, скажем так, таким интересным моментом, потому что будет все отображено на этом экране. И не только промо-ролики, но и вся театральная жизнь. И будет выполнена архитектурная подсветка здания по фасаду, по периметру. Десять месяцев работ позади. В настоящее время бригада производит отделку помещения за качеством выполнения работ лично следит глава города. Здесь еще один слой будет, это не куличный вариант. А он будет, вы только красите или будете наносить вот эту текстуру? А фактура здесь больше никакой не будет, она запатенируется. То есть теперь вы просто красите? Да. Делегация проходит по коридорам, заглядывает в гримерки, репетиционные залы, поднимается на большую сцену. Здесь поменяют все от оборудования до одежды. Изменится и количество мест. Их станет чуточку меньше. За счет того, что будет на балконе устроена вип-ложа, немножко центральная часть балкона подсократится по зрительским местам. Но учитывая, что у нас было 643 посадочных места, в районе 600 мест останется в зрительном зале. Но сохранят количество мест в залах малый и средний сцен. Зрители ждут новые интерьеры и современные дизайнерские решения. К примеру, на третьем этаже некоторые элементы будут выполнены в стиле лофт. Стену-то лежу еще, смотрите. Стены еще не готовы. Но и здесь не готовы ничего. Ждали, пока стяжка сладится. Замечания есть, они текущие. Мы для этого ходим и смотрим, собственно, контролируем. Но, в общем-то сказать, работы идут. Идут в графике на сегодня, в графике. Надеюсь, что мы с вами получим, как было обещано, прекрасный, красивый, хороший театр. Изменения коснутся и территории возле театра. Ее благоустроят. В том числе уберут фонтан и поставят буст Пушкина. Согласно графику, все строительные работы должны быть завершены через три месяца. Лето дадут актерам на переезд. А уже в сентябре магнитогорская драма будет готова принять зрителей. Театральный сезон в старом новом здании откроют премьеры. Что это будет? Пока интрига. Ольга Сухоплева, Александр Макаров, телекомпания ТВИ. Сотрудники ГИБДД вышли в очередной рейд. В центре внимания водители маршрутных такси. Экипажи были расставлены по всему городу. Без нарушений не обошлось. Подробнее в нашем следующем сюжете. Главная площадь города около 10 часов утра. Инспекторы ДПС останавливают каждую проезжающую мимо маршрутку. Добрый день. Государственный инспектор, лейтенант полиции Синеев. Желаю доброго дня и проверяю наличие необходимых документов. У Владимира Белянкина все в полном порядке. Он перевозит людей более 12 лет. Признается, нарушения были, но незначительные. Иногда бывает, лампочка не горит. Ты что? Не справляешь, выезжаешь. По статистике, чаще всего водители нарушают правила перевозки пассажиров. Особенно в часы пик. С начала года зарегистрировано около 500 фактов. Всего же за первые два с половиной месяца выявлено более полутора тысяч нарушений правил дорожного движения. Также основным видом правонарушения являются технические неисправности в виде газобаллонового оборудования. Это у нас не ставят на учет в установленном законном сроке. За техническую неисправность на водителя предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Налицо ответственное за выпуск транспортного средства предусмотрен штраф в размере от 5 до 8 тысяч рублей. На особом контроле у сотрудников ГИБДД междугородные автобусы. Здесь тоже не обходится без нарушений. Например, этого водителя оштрафовали за отсутствие карты в тахографе. На вопрос, почему, ответа не последовало. Впрочем, есть водители, которые не пропускают пешеходов. Один такой факт зарегистрировали 23 марта. Правда, в этом случае вину еще предстоит установить. Инцидент произошел накануне днем на Столиваров. По словам сотрудников ГИБДД, пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Во время перехода ее сбил водитель маршрутного такси. В результате удара пенсионерка получила незначительные травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. Всего же с начала года по вине водителя маршрутных такси произошло два ДТП. В одном из них пострадал ребенок. Ольга Сухоплюева, Олег Карпенко, телекомпания «ТВН». В завершении выпуска важная информация. В среду 25 марта в 11.35 состоится полная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения города с передачей сигнала «Внимание всем!» и включением электросирен. В связи с этим Управление гражданской защиты населения администрации города просит жителей с пониманием отнестись к проверке и сохранять спокойствие. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisyn.ru. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok